Сегодня в Национальном музее Республики Башкортостан открылась выставка «Сумураи и красавицы. Искусство японской ткани». На выставке вы можете увидеть десятки различных кимоно, как праздничных, повседневных, для занятий айкидо, детские кимоно. Также здесь представлены японские куклы, различные техники исполнения. Пожалуй, самыми распространенными куклами являются кимикоми и ниньго. Другие куклы, например, куклы хима-дарума, чем-то даже, например, напоминают наши российские неваляшки. Эта частная коллекция приехала в Уфу из Екатеринбурга. В течение 20 лет искусствовед Марина Галамидова собирала в стране восходящего солнца предметы художественной и повседневной жизни. Сама она не смогла приехать на выставку, так как сейчас находится в Японии. Марина Галамидова говорит, что она ездит по птичьим рынкам. Например, в Токио этот экспонат стоит очень дорого, а в деревнях пробудятся какие-то традиционные у них ярмарки. Вот она основную коллекцию приобрела там. Свадебное кимоно центральное в нашей выставке, оно такое довольно-таки объемное, выполнено. То есть ткань здесь действительно очень дорогая, парчевые ткани, шелковые нити. И некоторые кимоно стоят действительно очень дорого, порядка 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. На одно кимоно уходит в среднем около 9-12 метров ткани. Для японцев кимоно – это непростой вид одежды. Оно способно говорить о статусе человека и материальном достатке владельца. По узору также можно определить сезон носки кимоно. К примеру, для зимы используется расцветка соснами и бамбуком. Каждый элемент рисунка несет определенный смысл. На мужских кимоно можно увидеть изображение орла. Орел – это символ гордости, приносит финансовое благополучие. Карп – это символ стойкости, мужества. Из растительного орнамента, конечно же, это хризантема. Ну и другие вот растения, которые как раз-таки ассоциируются с Японией. Выставка помимо кукол еще демонстрирует традиционную китайскую одежду – кимоно. И, честно говоря, очень даже сама заинтересовалась. И, возможно, даже поищу дома ткани и попытаюсь шить. Это, в общем-то, я думаю, мне под силом будет. Мне понравилась символика. То есть здесь даны обозначения. Журавль, к примеру, символ долголетия, счастливой долгой семейной жизни. Ну вот для себя я вот такое открытие сделала. Выставка «Самураи и красавица» продлится в Национальном музее до конца января. Алина Гребешкова, Роман Агуманов, Городской телеканал ЮТВ.